Все уже знают всё про колумбийский Кокс. Но в начале 80-х он только начинал делать себе имя. Хотя даже в те ранние годы на слуху уже были два города. Номером один был Медельинский картель, хорошо пошумевший. Но на пятки ему наступала организация поскромнее. Они называли себя «Джентльмены из Кали», а все остальные звали их «Картелем Кали». Эскобар забрал себе последние карибские маршруты. Ладно, и пускай. Но Мата подвёл меня к вам, чтобы я предложил кое-что новое. Безопаснее и долговечнее. Сегодня мы без проблем завозим марихуану в любой приграничный город Соединённых Штатов. Не знаю, в курсе ли вы про коридор Сонора-Тихуана, так вот он наш. Мы тоннами там гоняем. Хоть суши, хоть морем, хоть как привезу. Любым способом. А теперь представьте себе. Ваш кокаин? И моё распространение. Мы сможем провести больше порошка, чем через Багамы. Огрёбанные американские агенты в стране Флориде просто торопеют и не врубятся, откуда попёр товар. Про твою репутацию мы слышали много. Мы знаем, чего ты добился. Только вот твоя эстафетная система. Марихуана – дело одно, кокс – другое. Вот тут я бы с вами не согласился. По сравнению с рынком в 4 миллиарда баксов твоя тема фуфло. Мой партнёр просто хочет сказать, что чем дороже товар, тем выше и цена доверия, правда? Да. Цена же есть у всего, и её надо платить. Я тоже так считаю, да? Прям музыка для моих ушей. Ведь её заплатишь ты. В смысле? Чего? Музиатки, посредники. Всё это ляжет на тебя. Ты уж извини, братан, просто наш друг не сразу привыкает к новым знакомым. Такой он у нас настороженный весь. Ничего, я согласен. Мы заплатим. Сицилийский сокол до сих пор главный в Тихване. И у него там много влиятельных друзей. Как в Мексике, так и в Штатах. Ну так и у меня есть друзья. Много. Это хорошо. Только вот его мы знаем. А тебя нет. Что же нам делать? Куда его приткнуть? Из всех нас лучше всего его знает моя коллега. Давай, скажи. Всё очень просто. Сокол не может перевозить нужные вам объёмы. Я давно его знаю. Уже несколько лет. Ну да, его любят в Тихване, только у Феликса возможности больше. Вот и задайте себе вопрос. Вы хотите гнать кокс через соломинку или через трубу? Дайте мне несколько месяцев, и Медельин станет лилипутом по сравнению с вами. Слушайте. Вы только представьте, как вырастет уровень жизни у вас и ваших братьев, когда мы начнём возить объёмы. Подумайте. Вы вознесётесь на Олимп.